всем привет особенно тем кто только начинает свой путь в изучение unity и в этом небольшом уроке мы с вами рассмотрим очень актуальный вопрос что такое файлы unity package что с ними делать для чего они нужны как их создавать в начальном курсе unity первый запуск мы говорили о том что может возникнуть необходимость переноса проекта допустим с одного компьютера на другой особенно когда мы не имеем возможности работать на постоянном компьютере и я показывала папку проекта не буду сейчас это делать ссылку на урок вы найдете в описании этого видео я показывала эту папку и говорила что ее можно заархивировать упаковать в архив этот архив перенести на другой компьютер распаковать и потом открыть эту папку на другом компьютере из unity хаба нажав на кнопку add не креднию не создание нового проекта а добавление проекта в список тех которые есть в unity хаб мы сейчас это делать не будем а сделаем следующую вещь на самом деле unity предусмотрели такую возможность переноса проектов откуда угодно куда угодно с помощью специального формата файла unity package этот самый unity package это тот же самый архив в котором упакованы все необходимые элементы которые нужны для нормального функционирования проекта для его импорта внутрь других проектов этот архив он более экономный что ли иногда это даже удобнее то есть меньше места это занимает поскольку там сохранены только все необходимые файлы но не будем вдаваться в подробности какие файлы необходимы какие нет а сейчас быстро мы сделаем файл unity package как это делается в принципе unity package у нас должны упаковаться все ресурсы которые есть папки assets честно говоря не пробовала вот сразу возник вопрос а может быть просто взять и скопировать папку assets куда-то с одного компьютера на другой и попробовать запустить проект возможно что-то получится возможно что-то нет потому что еще есть определенные нюансы но опять же сейчас не будем слишком много говорить о том что какие там нюансы а покажем как создавать файл unity package итак первый способ мы можем нажать правую кнопочку мыши на папочкой assets и выбрать экспорт package то же самое мы можем выбрать из пункта меню assets и экспорт package вот я это сделала у нас открывается окно которое очень похоже на то окошко которое мы видели когда загружали из asset store какие-то asset и мы говорили или package как раз таки на самом деле вот в asset store как раз хранятся эти самые package и вот перечень всех ресурсов нашего проекта если мы хотим полностью весь проект то мы никакие галочки не убираем а просто нажимаем экспорт указываем папку в которую мы хотим файл unity package сохранить например но я напишу my project и нажимаем сохранить немного подождали у нас открывается окно проводника в котором у нас один единственный файл файл типа unity package как теперь с этим файлом работать это самое интересное мы сейчас можем открыть любой проект или создать новый проект и туда импортировать вот этот вот файл unity package я не буду сейчас в видео показывать и сравнивать размеры файлов допустим вот у меня проект from scratch 2019 3 соответственно вот его папка этого проекта и здесь внутри еще куча папок и я говорила что мы можем взять и упаковать все это дело в архив это конечно займет тоже какое-то время и этот архив потом переносить это вы можете сами попробовать и проверить сравнить размеры файлов сколько будет весить файл архива которые исходные у нас 100 мегабайт да а вот здесь у нас всего лишь восемь с небольшим мегабайт я думаю что архив будет под где-то 50 ну ладно 30 мегабайт все равно unity package файл значительно меньше но опять же проверьте еще очень многое зависит от проектов но сейчас качестве эксперимента мы создадим новый проект и в него импортируем этот файл unity package создать новый проект можно не только из юнити хаб но еще прямо из среды юнити нажимаем new project у нас появляется уже знакомое окно и я всего лишь ввожу сюда имя своего проекта но я напишу что это у меня проект клон и нажимаю create в принципе это может быть другая версия проекта в частности мы говорили о том что есть разные версии unity и при переходе от одной версии unity в другой тоже имеет смысл создавать резервные копии поэтому можно таким образом и резервную копию создать и вот у меня создался новый проект сейчас что я могу сделать я могу сюда импортировать тот самый файл unity package как я могу это сделать я могу выбрать пункт меню assets и выбрать импорт package custom package и здесь как раз таки у меня уже сохранилась папка я могу выбрать этот самый файл это один из способов второй способ я могу просто взять вот этот файлик который у меня собрался из папки и затащить в окошечко project и в первом и втором случае у меня появится окно import package с которым мы уже знакомы нажимаем на кнопку импорт импортируем все единственное возникает небольшая коллизия поскольку у меня проект был создан новый при создании нового проекта всегда есть сцена сэмпл сына навсегда есть и у меня unity естественно спрашивает перезаписать эту сцену или нет и вот когда вы создаете файлы unity package и хотите например работать над одним проектом на разных компьютерах а потом вот так вот с помощью unity package объединять свои усилия то лучше следить за именами сцен если вы не хотите их перезаписывать лучше их сразу сохранять с разными именами сейчас я могу спокойно нажать reload потому что там я вот здесь в этом проекте у меня эта сцена пустая но вот за именами сцен нужно очень внимательно следить и даже за папками в которых они размещены потому что вот на первых порах было замечено что иногда перезаписывались даже те сцены которые лежали в разных папках и вот у меня перезаписалась сцена это один из первых наших уроков где показывала как создавать примитивы unity и вот все наши сцены с прототипами о которых мы говорили в различных уроках ссылки на которые я тоже даю под этим видео вот мы из unity package и получили целый проект разумеется мы можем упаковывать в unity package не весь проект какую-то часть к примеру мы работаем в команде и кто-то из команды создает какую-то свою сцену ну например сейчас я создам свою сцену новую и на этой сцене я тоже буду использовать какие-то префабы ну возьму например этот префаб но еще с сюда я добавлю какие-то свои изменения да то есть я что-то еще сюда вношу то есть у меня на самом деле это совсем другая сцена я ее сохраню совершенно другим именем например это уровень 2 да у нас уровне могут быть похожи но чем-то все-таки отличаться в одной игре и соответственно я хочу этой уже сценой поделиться со своими соратниками по проект и я могу файл unity package упаковать только лишь то что я хочу потом открыть в другом проекте а именно что здесь я сделала я сделала новую сцену больше по сути ничего если вы вносили изменения в какие-то скрипты меняли компоненты и что-то еще то соответственно тоже это все попадет unity package и вот допустим этот level 2 я могу просто его выделить сделать экспорт package и выбрать только то что мне нужно экспортировать но в данном случае мне еще показывает что желательно экспортировать также вот все что с этим уровнем с этой сценой связано в принципе я могу это сделать потом unity сравнить версии и решит перезаписывать или нет нажимаю экспорт делаю новый файл и сейчас я могу вернуться в предыдущий проект и туда импортировать вот в вот этот вот и unity package и мы увидим в том проекте вот эту вот созданную мною вторую сцену с именем level 2 вот исходный проект и сюда я импортирую этот файл и вот мне показано что в принципе изменены только есть изменения только в одном файле я его импортирую и теперь в папке сенс вот у меня появился level 2 вот таким образом через файл unity package те кто начинает заниматься разработкой игр в unity и не хочет использовать никакие системы поддержки версии прочее это очень сложно для начинающих можно чуть ли не на флешке переносить друг другу файлики или там через почту пересылать и потом объединять в один проект я желаю вам успехов классных проектов работаете в команде учитесь создавать что-то новое вместе и до новых встреч